Сегодня я перед вами нахожусь в цивильной одежде, может быть даже непривычной для вас. Но так случилось, что вчера я приехал в Донецк. Лечащий врач порекомендовал мне пролечиться, потому что высокое давление стало, головные боли. Поэтому я принял сегодня уже первые процедуры, капельницы. Я думаю, пройдет несколько дней, и я вернусь на работу депутатом Верховного Совета Украины. Но, находясь в больнице, я получил информацию о том, что якобы на меня какое-то было покушение. Кто-то нападал в меня, кто-то стрелял в машину и так далее. Это абсурд, это выдумки. Я не помню за свою жизнь, чтобы когда-нибудь на меня кто-то поднимал руку или какие-то другие действия были. Подобного даже и близко не было нигде и никогда. Никто на меня не нападал, и я стою перед вами совершенно физически, как говорят, здоровый. Поэтому я, когда проводил последнее заседание, это было в пятницу на прошлой неделе, то есть сегодня воскресенье, да, в пятницу, закончилась работа по подписанию угоды между оппозицией, между президентом Януковичем, между представителями международных организаций. И когда она была подписана, я сразу вернулся в Верховный Совет, собрал сессию и вынес на рассмотрение основные вопросы. Первый вопрос, который я вынес на обсуждение, это принятие специального закона о возврате Конституции 2004 года. Он был подготовлен, потому что постанова, которая рекомендовалась ранее, она не могла быть принята, потому что это должен быть специальный закон изменений в Конституцию. Он был принят, более 300 голосов, конституционным большинством. И сегодня у нас уже действительно государственный строй, парламентская, президентская республика. И в пятницу был поставлен вопрос о освобождении людей, которые, участников митингов, которые были осуждены, или против которых велось следствие, поставил этот закон о голосовании, депутаты поддержали, и фактически был принят об амнистии всех, кто был задействован в акциях протеста, в митингах. Были рассмотрены еще ряд вопросов, и один из серьезнейших вопросов, который несколько лет поднимался депутатами о декриминализации. Статья там 365, внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс, и поставил на голосование, включил повестку дня, поставил на голосование. Депутаты поддержали тоже более 300 голосов, и таким в результате чего Тимошенко сегодня находится на воле. И когда я оценил ситуацию, что идет переформатирование власти, переформатирование фракции в Верховном Совете, я принял решение написать заявление, и я подал в отставку с должности Головы Верховной Рады Украины. Таким образом, я поступил честно, я открыл путь для формирования новой власти, для формирования нового правительства, а я по стечении нескольких дней, закончится мое лечение, может быть, 2-3 дня, 4, посмотрим, как оно будет, возвращаюсь в Киев и продолжаю работать депутатом Верховного Совета. Я, знаете, почти полтора года был мне фракционный депутат, и для меня я все делал, чтобы у депутатов всех фракций была возможность высказывать свое мнение. Верховный Совет – это площадка, хорошая площадка для дискуссий, для рассмотрения всех вопросов спорных, и все теперь буду на должности депутата Верховного Совета делать, чтобы сохранить Украину, чтобы Украина была суверенная, чтобы Украина, 46-миллионная страна, жила лучше, чтобы она была одной из лучших стран в Европе. У нас сегодня в стране все есть, нам надо остановиться и работать не на свой собственный живот всем, или на свой собственный карман, а работать для людей, и все будет в порядке в нашей стране, и она станет более комфортнее. Спасибо. Спасибо.